Компания «Элта» представляет Это процесс трансформации длиною в полгода Нельзя решить проблему, оставаясь на том этапе, на котором она создавалась Регулярные занятия спортом, управление сахарами, эмоциями, ежедневные отчеты о проделанной работе Кто из мальчиков начал вообще взвешивать еду? Я теперь думаю, как я раньше жила, как я могла уколы колоть, не зная, сколько я должна сейчас съесть Реальные преодоления, реальные победы Я хочу похвалиться Я вчера поймала пищевую дзен Каждый день это новый шаг к изменению себя, к управлению своим диабетом Мы бросили себе вызов, а ты? С момента первой общей встречи в загородном доме прошло шесть недель За это время почти все участники Диа-челлендж доказали серьезность своих намерений Реально идет перезагрузка, реально идет трансформация Семнадцать Однако одному из участников проекта было сделано предупреждение Эксперты посчитали, что Кирилл Кузьмин не усвоил главного правила Своевременное и четкое выполнение рекомендаций и домашних заданий Почему мы продолжаем редко измерять сахар в крови? Ну как мы можем проверить коэффициенты, как мы можем потребность в инсулине понять, если вы измеряете сахар в крови нерегулярно? Кириллу дали испытательный срок Кирилл, у тебя есть неделя, чтобы показать экспертам, что этот проект тебе действительно нужен Хорошо? Сегодня седьмой общий сбор Позади ровно половина первого этапа Диа-челлендж Полтора месяца в режиме строгой дисциплины и жесткого контроля Реально не верится, что уже половина проекта прошла Ура! И очень хочется Человек, которому всегда хочется есть, поэтому она надевает очки Ладно, пойдемте в кухню, ребята, в чем мы стоим? Окей Но даже в очках мы всегда узнаем Правильно, Настю Мартынюк Самую юную участницу проекта Диа-челлендж И сейчас услышим ее историю жизни с диабетом Я не чувствую, что у меня какая-то другая жизнь У меня не было такого, что я поняла, что у меня диабет, я не такая, как все Насте Мартынюк было 4 года, когда она попала в больницу Как вот по рассказам мамы, мне просто стало плохо, меня начало тошнить Меня скорая забрала, я приехала в больницу, там у меня взяли анализы и все Блохая новость, сообщили родителям У вашего ребенка диагностирован сахарный диабет Очень тяжело было О диабете знали в общих чертах Потому что именно проблема в том, что не сталкиваясь с этим Человек особо не вникает в эту проблему И только когда окунается, либо он, либо кто-то из близких Начинается вот этот вот процесс перестройки жизни И учиться жить по-новому Это сложный процесс И очень-очень важно это поддержка и информационная составляющая Если пустота и неизвестность, это очень плохо Что делать, кому обращаться Когда человек везет в интернет, там первое, на что он наталкивается, это монастырский чай Помощь заговорщиков, магов, экстрасенсов, топинамбур Какой-то Вася Пупкин сказал, что диабет лечится Что у Васи Пупкина есть сестра, которая живет сейчас без диабета И он ее вылечил травками Такого, к сожалению, пока нет Если бы это было правда, то Вася Пупкин был бы с Нобелевской премией и с огромным-огромным пакетом денег То есть диабет пока не лечится Отдельная тема, это, конечно же, советы Ой, у вас ребенок на инсулине? Да зачем же? А давайте вы таблеточки попринимаете Зачем вы сразу на инсулин посадили? Но опять же, вот эти все вопросы, это же тоже от незнания Я очень хочу знать все о диабете, абсолютно все И знать, в какие моменты, как мне поступить грамотно и правильно 16 лет, пока была под присмотром родителей Настя Мартынюк, как и большинство детей и подростков Особо не задумывалась над тонкостями управления диабетом Но рано или поздно приходит время взрослеть У тебя 4,5 хлебные единицы, вот 3,5 хлебные единицы у тебя ты наела Колешь ты 5,1, почему? Ну, потому что сахар 13, и мне помпу показала так сделать Помпу показала, ты просто ее послушала и сделала Сама подумай, как ты думаешь, адекватно помпу показала? Сахар 13, обычно какой дозой инсулин у тебя снижается? Наверное, 2 единицы Смотри, помпа, она штука такая интересная, это компьютер, да? Если ты будешь делать постоянно ошибку этому компьютеру То он тебе будет выдавать эту ошибку, ну, далее регулярно Поэтому еще раз, сахар 13, сколько бы ты, вот если бы ты была на ручках Сколько бы ты сделала инсулина? На понижение Полтора единицы Но не пол единицы, согласись? А тебе помпа говорит, сделают 0,6 Она тебе по каким-то соображениям говорит сделать эти 0,6 Возможно, у тебя болез, который был, как ты пишешь, 14, типа остался Но он не в активном инсулине, это точно Потому что он уже прошло как минимум 3 часа У тебя 4 и в 5 То есть у тебя уже активно, может быть, там чуть-чуть его есть, но немного Поэтому навряд ли эта история закончится как бы хорошо Анастасия, прошу меня простить, не ставить мне вопросики Я только учусь Настя пришла на Диа-челлендж с целью научиться самостоятельно управлять своим заболеванием Превратить рутинные подсчеты в легкую привычку Чтобы они не мешали насыщенной жизни Учеба в ВУЗе, танцы, спорт, вокал, ведение блогов, YouTube-канала, участие в кино и телепроектах В таком плотном графике не всегда находится время для заполнения дневников самоконтроля И других обязательных действий, связанных с диабетом Я очень хочу совмещать свое здоровье с активной жизнью Потому что я понимаю, что если у меня не будет этой активности в жизни То, ну, просто не будет меня Потому что я не вижу свою жизнь без каких-то активных творческих моментов Я становлюсь как-то счастливее, когда я отдаю свое хорошее настроение, свою любовь Люблю подурачиться, люблю там поприкалываться Простите меня, Гиппа, задайте мне вопрос чуть позже И меня прямо переполняют эмоции, когда я хожу на сцену и выступаю Разве можно быть слабым и трусом? Разве можно жизнь не любить? Я хочу достичь стабильности при своем активном образе жизни Мне реально хочется даже лично себе доказать, что я могу Я могу контролировать себя На самом деле это нормальный формат, тот, который должен быть при жизни с диабетом Это то, что должно быть как бы отчина, что на постоянке у любого диабетика И в итоге она не может понять того, она мне говорит как Что нельзя сразу взять и перестроиться Как раз таки нужно сразу брать и перестраиваться Что ты делаешь, когда ты идешь в тренажерный зал с базой? Кстати, вот я хотела узнать, как уменьшать базу Ставишь просто на меньше процентов ЭБС На больность я захожу? Нет, нет, почему на больность? Базальный Да Установка изменения временного базального? Да Длительность на тренировке 2 часа Значит, смотри, тут, то есть ты вообще это никогда ничего не делала Во-первых, тебе нужна установка временного вот этого базального Ты снижаешь, то есть мы с тобой не снижала вообще никогда ни на сколько С чего мы начинаем? Сколько у тебя раз в неделю в тренажерный зал? 3-4 дня Какие там нагрузки? Силовые Тренировка у меня проходит 2-3 часа 2-3 часа, как плечевое об этом узнать? У тебя 2-3 часа, у кого-то час, у кого-то два Как мне об этом узнать? Потому что мне-то, я думаю, что эти 3,9, они у тебя там на еде, понимаешь, Которые там неправильно высчитаны, но и ругают тебя А они у тебя, потому что ты базу, оказывается, занос не меняешь Ну, может быть То есть надо с этим разобраться И мы не разберемся ни с болюсами, ни с базальным, ни с ВБС Если они будут, нормально заполнить дневник Нас спрашивают про наши дневники самоконтроля И сегодня мы решили наконец-то открыть святая святых Вот они Для начала хочу сказать, что дневники эти разработали участники проекта ДИА-челлендж То есть мы И спасибо огромной компании Элта, которая отдала их типографии И напечатала такие прекрасные, классные, красивые дневнички Итак Дин, прости, а почему такой резонанс вокруг дневника? Их что, не было раньше ни у кого? Или что? Были На самом деле существует огромное количество дневников Но, к сожалению, составленные очень неправильно То, что очень здорово в этом дневнике То есть вот мы открываем одну страничку Это у нас один день С левой стороны у нас дневник по сахарам С правой стороны у нас дневник по питанию В плане компенсации и диабета Первая колонка, их у нас 24 графы здесь Это время Как мы все знаем, чем чаще ты измеряешь сахар, тем лучше твоя компенсация Сахара надо знать своей всегда Сахар измеряем натощак перед сном И, соответственно, перед каждым приемом пищи Через час после и через два после Следующая колонка – это база Так как я на помпе, соответственно, у меня здесь указана моя помповая база К примеру, Дима на ручках Дима указывает просто время, когда он делает свой продленный инсулин И количество единиц Дальше следующая графа – ВБС Это временная базальная скорость Это, опять-таки, в большей степени относится к тем, кто на помпе Тем, кто на ручках, просто-напросто могут не заполнять эту графу и все Следующая, самая главная графа – это сахар крови Следующая графа – это хлебная единица, которую ты съедаешь в течение дня Следующая – это болюс, ультракороткий или короткий инсулин, который ты делаешь Дальше графа – это для тех, кто на помпе Это растянутый болюс, либо двойная подколка Как мы знаем, на белки, на жиры у нас требуется либо двойная подколка, либо растяжка И дальше просто комментарий На какое время хватает одного дневника? На месяц должно хватать Вторая часть – это, собственно, приемы пищи Завтрак – перекус, обед – перекус, ужин – перекус и того Можно посчитать даже белки, жиры, углеводы, общие калории Кто следит за питанием? Надо признать, что бумажная часть вторая, на мой взгляд, не очень актуальна Потому что приложение это сделать намного удобнее, там есть базы продуктов Можно и штрих-коды считывать И, ну, просто только удобнее Не всегда ты будешь писать Но, с другой стороны, такой дзен, да, тоже погрузиться Вот в записывание, контроль за собой Это, может быть, даже кому-то не нравится Мне, например, удобно в том смысле, что я сразу вижу и сахара, и еду Мне не надо заглядывать то в телефон, то в дневник Я сразу могу сделать, ну, допустим, я вижу, я ела мюсли, ага, значит, там были еще белки, почему у меня такой сахар И все это на одной странице, и можно проанализировать быстрее Плюс моему врачу удобнее, что не надо есть мой телефон, да, как-то и что-то там искать В два раза приложение Да-да-да, потому что врачи, как правило, тоже интересуются рационом питания И очень удобно, к примеру, вот вы поели новую незнакомую пищу Вы ее идеально скомпенсировали, у вас записано в дневничке В следующий раз, когда вы захотели поесть ту же самую пищу, открыли дневничок, посмотрели, сколько вы сделали и как вы сделали И у вас также все проходит идеально, вопросов нет Ну, давайте ваш дневничок, будем смотреть Так, я там... Что? Я не все успела запомнить Очень плохо Да, я знаю Так ни вы не разберетесь, ни я не разберусь, поэтому, конечно, это основное условие, которое нужно выполнять Да, я поняла Чем более тщательно вы заполняетесь, тем более быстрее мы с вами накомментируемся И вы найдете и ответите на свои вопросы Для меня самое главное – это здоровье, это понять, что со мной происходит И наладить свои сахара Потому что я понимаю, что в некоторых моментах я просто забивала некоторые вещи И относилась как-то не особо серьезно Добрый день, Анастасия, меня зовут Светлана Юрьевна, я сегодня ваш невролог Расскажите, пожалуйста, что вас беспокоит со стороны нервной системы? Система большая, буду задавать наводящие вопросы Начнем с головы Головные боли, головокружение, шум в ушах, в голове – такое что-то есть? Да, головные боли Бывает такое состояние, что я ничего не хочу Что мне ничего не нужно, что мне ничего не интересно И у меня даже были такие моменты, что зачем жить вообще Ну, как бы смысл жизни Вот смысл Порой даже просто едет крыша И очень страшно, очень страшно Пальчиком указательным попадаем в нос Медленно, хорошо, отлично Второй рукой Замечательно Было такое ощущение, как будто гиппо Но сахар был нормальный Я как раз ехала на тренировку И я сижу, и меня прям колотит Я понимаю, я смотрю на людей Смотрю, у меня началась паническая атака Я думаю, я думаю, это сахар Думаю, надо померить Я достаю, меряю сахар У меня сахар 9 И мне еще больше стало страшно от того, что я не понимаю, что происходит Почему происходит это состояние Почему я так начала бояться Почему я реально начала бояться ехать куда-то одна Потому что я думала, не дай бог со мной что-то случится Меня никто не спасет И вот это все нарастало, нарастало И я решила, думала, вдруг у меня реально что-то с моим здоровьем То есть вдруг у меня что-то там Ну, мало ли, мало ли что И мне проверили все анализы, все гормоны Вот Но там оказалось все хорошо Да, да, я вас понял Можно потихонечку отсюда Это не критично? Вообще не критично Теперь смотри, если попробовать сейчас повторить свою задачу, свою цель на этот проект То есть ты здесь Что делаешь вообще? Зачем тебе все это? Для чего? Чего ты хочешь по результату этих трех, а потом еще трех месяцев Чего ты хочешь, чтобы в твоей жизни произошло? Я хочу научиться управлять собой Вот ситуация Чтобы, ну, как-то грамотно описать Например, у меня гиппо Мне нужно съесть три кусочка сахара Но мне очень хочется есть И у меня слабость И я ем больше, намного ем еще, допустим, шоколад, печенье, еще что-то С одной стороны, я понимаю, что мне достаточно трех кусочков сахара Все понятно А с другой стороны, я не могу остановиться Ну, тут возникает... Тогда хочется все и сразу Сейчас, сейчас, подожди Возникает вопрос А что гиппо-то? А у нас тоже не на пустом месте? Ну, я поняла, к чему Не-не-не, смотри, это важно Все дела в жизни у человека, у компании, ну, у кого угодно Делятся по принципу срочно и важно на четыре группы Важно и срочно Несрочно, неважно Срочно, но неважно Важно, но несрочно Да? Когда появляются срочные дела И часто, и много Это говорит о том, что предыдущее планирование Неграмотное Ну, не айс, мягко говоря, да? Почему? А если это еще важно и срочно То это говорит о том, что про важные дела Либо не было времени достаточно продумать и все это как-то выстроить Либо важности этому не придавалось Достаточное значение И оно не оценивалось как важное А потом вдруг оказалось очень важным Да? Поэтому, если человек постоянно занят какими-то экстренными делами То это говорит о плохом планировании Человек должен заниматься важными, но не срочными делами Поскольку важное не может делаться срочно На него нужно достаточно времени и усилий для того, чтобы как-то это сделать Вот Поэтому гипо это важно и срочно Тогда задача вытекает отсюда Что я делаю такого Какие контексты у меня приводят гипо И их нужно разбирать Смотреть, что я делаю не так Почему я делаю не так И что я могу изменить Для того, чтобы гипо в моей жизни Исчезла как явление Она не бывает просто Раз и на, держи Надо всего добиваться Надо идти и просто сквозь преграды Не знаю, преодолевать абсолютно все трудности Насколько начала есть? Сахар А почему ты начала есть сразу? Ну, я бы сахар 5 И что? Ну, сахар 5 это хороший сахар Даже не 5, а 5 с 4 Не знаю, я не держала конкурс Не могу объяснить, почему просто я не держала Ты вообще никогда так не держишь? Да, обычно я паузу не держу на хороший сахар Я держу паузу тогда, когда сахар, ну, повыше То есть, стоит Лопрос ко всем Нужно ли было держать паузу? Да При данном сахаре Да Настя, что ты получила через 2 часа? 7 7 О чем это говорит? Что у тебя либо не та база, либо не тот коэффициент Да Почему? Потому что очень странно, что пастила не дала тебе повышение В которое аж 44 углеводов После вот такой, скажем, как это назвать, учеба, практика, я думаю, что она будет более самостоятельна в принятии каких-то определенных решений, чтобы она сама уже как взрослый человек могла себя контролировать, чтобы не нужно было ей там ее за шкирку таскать и переживать постоянно У меня мама, да, там, следи, 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 следи. Я говорила, что слежу, 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 но я не следила. Я не понимала, для чего мне это надо. Вроде бы нормально себя чувствовала. Ноги поболели, капельницы откапали сосудистые. Чуть-чуть отпустила. И нормально. Думала я. Думала я. Пока сосуд на глазу не появился. Мне потребовалось 15 лет для того, чтобы понять, что надо все делать самой. Не через маму и даже не через эндокринолога. Понятно, что нужна какая-то помощь, но в итоге это надо все делать самой. Почему у нас вместо мелки-вэя нет пачки творога с фруктом? Почему у нас мелки-вэя? Когда ты будешь готовить себе еду и брать с собой контейнер? Конечно, проще съесть просто, что придется по-быстрому, чем приготовить, взять с собой. Съесть в определенное время. Даже несмотря на то, что нет времени. Время всегда можно найти. Я в студенческие годы и 8-9 раз ел в день. Я выходил просто, отпрашивался в туалет и ел. Будет 4 движения. Движения вам знакомы. Планка отжимания, стульчик удержания гантелей на весе перед собой. Выявляем победителя. Победитель от меня получает приз, что набирает большее количество очков. Ну, соответственно, по секундам удержания. Кто-то выигрывает. Подними немножко спинки. Все с вольсом. Две. Отжимаем, пока не упадем, блин, пол листом. 4,15 уже стоит. Смешите ее, чтобы она дыхает и упала. На рекорды делал. Все. Молодец. Один человек меня очень сильно поразил, так как просто стоять в планке 6 минут не удастся даже мне. Я стою в два раза меньше. Поэтому у меня к тебе маленький подарочек. Ты крутая. Молодец. Спасибо. Настя по треневку выполняет все замечательно, идеально, ходит, но ее главная проблема – это питание. Что нам делать с твоим питанием? Давай еще раз возвращаться к этому вопросу. Я сейчас хочу попробовать реально готовить вечером, ну, либо на неделю, либо на пару дней. Вечером рыба, мясо, птица, овощи. Вот кровь из носа. Тогда у нас с утра будут с тобой лучшие сахара, у нас будет снижаться вес. У нас на фоне снижения веса будет улучшаться резистентность к инсулину, мы будем колоть меньше дозу, у нас будут результаты. На протяжении времени, когда ты меняешь свое к отношению к еде, вкусы меняются. Вот ты съел эту пастилу, ты съел этот зефир, тебе это вкусно. Но если ты этот зефир с пастилой потихонечку будешь менять на большее количество фруктов, потом это большее количество фруктов будет меняться на хорошая составляющая по овощам, их все-таки у тебя маловато. Дополнительно будет белок, тебе и сытнее будет, и сахарам твой будет хорошо. Хочешь – работа, не хочешь – тогда, ну, бесполезна эта история. На самом деле для меня это, наверное, самое тяжелое испытание, потому что до проекта у меня было питание, ну, кардинально другое. И я понимаю, что мне это нужно, и этого нужно придерживаться, и все равно тяжело, да, тяжело, без срывов не бывает. Мы все разные, а помка не работает у всех одинаково, вообще не работает. Более того, она у тебя сегодня так будет работать, завтра ты влюбишься, она у тебя по-другому работает. Сейчас ты платишь, а она у тебя по-третьему пути работает. Возвращаясь к теме ответственного отношения к проекту. Две недели назад мы ставили Кириллу испытательный срок. Прошло две недели. К сожалению, Кирилл, мы вынуждены с тобой попрощаться. Анастасия у нас… Настя, у тебя тоже испытательный срок на неделю. Будем смотреть, как ты будешь. Я до конца был уверен, что это буду я. Потому что на тот момент у меня были проблемы с сахарами, и Анастасия на меня немножко злилась. Как мне быть, как мне тебя убедить, что ты много колешь инсулина коробка? Подождите недельку. Еще недельку? Да. И она сказала, что мне не нравится, как ты выполняешь мои рекомендации, и я буду на тебя жаловаться. Я сегодня буду жаловаться на тебя, тебе честно могу сказать. Серьезно. От 12 до 2 у нас горки. Дмитрий, и так каждый день. Что самое ужасное, что так каждый день. Наша задача – сделать твою жизнь стабильнее, качественнее, чтобы у тебя сахара так не прыгали. Когда мы были на кастинге, мы все обещали. Обещали и себе, и экспертам. Это было такое обоюдное решение, за которое мы несем ответственность, как я считаю. Мы все взрослые люди, и все замотивированы чем-то. И если ты не выполняешь условия, то ты не получаешь результат. А если ты обещала не выполняешь условия, то ты покидаешь проект. Это абсолютно нормально. Мне кажется, Кириллу как раз было тяжело начать эту новую жизнь, и он изначально просто не понимал, насколько ему надо будет поменять свой образ жизни. В принципе, моя жизнь уже поменялась в лучшую сторону. Мне стало эмоционально проще, диета моя поменялась, мне стало легче. Кирилл, спасибо тебе большое, что ты был с нами. Я надеюсь, что все, что ты здесь узнал, пригодится тебе. Это опыт. Это то, что делает сильнее. Я бы им пожелала побольше терпения, потому что сейчас тяжелее всего. Потому что уже, возможно, какой-то первый задор у ребят уже ушел. Сейчас будни, рутина. Нужно просто изо дня в день делать то, что надо делать. И здесь, наверное, терпение, потому что, как говорится, желание сдаться приходит незадолго до победы. Бывает такое ощущение, что, ну, я не про проект говорю, а просто вот, бывает ощущение, тону его нафиг, но так как я не привык сдаваться, я все равно иду и делаю дальше. Что я про себя узнаю? Что я, оказывается, могу все делать так. У меня, на удивление, очень хорошая схора на этой неделе. И я вижу, что проглядываются мышцы, и вот это прям как бальзам на душу. Покажи мышцы. Это проект Диа Челлендж. Встретимся через неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...